Девушки отдыхают Девяносто, ему НЛД ослабили на 25%, толщина бордовых экранов уменьшена с 60 до 40%, короче на практике нижняя часть НЛД у него теперь зеленючая и туда будут пробивать скорее всего все кому не лень, так что прошли времена когда на Тайпе 90 можно было просто без проблем танковать. К1А1, его тоже коснулся нерв, ВЛД ослабили на 5%, погон башни на 20%, на практике ВЛД, то есть верхняя часть там где фары у него стал немножко позеленее, но в общем то не так я думаю критично он все равно играл хорошо в основном от башни, а ВЛД и так у него было дырявое, НЛД точнее. Там в общем то смысл стрелять в ВЛД, когда в НЛД и так залетать без проблем, а погон башни вроде как написано что на 20%, но по сути там ничего не изменилось. Наконец таки переработан механизм обработки звука автопушек, теперь он не должен прерываться и влиять на другие звуки в игре. Исправили также ошибку из-за которой после боя в режиме спецоперации выбиралась обычная операция. Довольно наконец таки хорошую тему сделали по поводу урона при вертикальном таране так называемом, ну или если например вы на кого-то на какой-то танк наезжаете своим танком. Как теперь эта формула выглядит? Теперь нижняя машина, на которую наехали получается, каждую секунду будет получать урон, равный урону от обычного тарана на скорости 72 км, но не менее 5% максимальной прочности за раз. А верхняя машина будет получать в 2 раза меньше урона. Стоимость лоу-левелных машин теперь вообще дармовые, вторые уровни по 6000 кредитов, третьи уровни стоили по 120 тысяч, стали по 18 тысяч кредитов, ну а четвертые уровни уменьшили с 480 тысяч до 320. Ну и теперь ответы разработчиков, вопросы на этот раз задавали не просто где-то на форуме какие-то игроки, а более или менее известные личности, известные игроки, либо медийные какие-то личности, стримеры там и так далее, как европейские, так и наши. И конечно же хер забили на мои вопросы, которые я задавал, но в целом там частично на какие-то они ответили. Первое, о чем это спрашивали, конечно, какие планы на этот год и они сказали, что естественно ближайшее обновление, нас ждет то самое 0.28, французская линейка, далее уже потихонечку разрабатывается новый марафон, ну а-ля этот боевой путь, который мы сейчас проходим. Что касается новых карт, сейчас у них в приоритете спецоперации, но и также будут появляться карты для стандартного боя и столкновения. Причем уже в следующем большом обновлении представят новую карту, которая для стандартного боя, которая будет называться Эд Деба. Системы экипажа все так же и собираются переделать по типу командиров, но все-таки не в этом году. Ну и конечно же коснулись темы кейсов, многим эта тема не нравится, многим не нравится как распространяются танки вот таким вот рандомным, можно сказать, способом, повезет не повезет, а не просто как обычно раньше это было. И в целом ответ был такой, то что они, ну в общем экспериментировали и продолжают экспериментировать с этой темой, я так понимаю, это приносит свои плоды, ну в плане финансовом, что позволяет, собственно говоря, игре развиваться. Поэтому они эти кейсы продолжат выпускать, они продолжат выпускать их в двух вариантах, это с шансом просто, что техника выпадет, там причем растущий шанс вместе с числом их открытий, кстати я этого не знал. И вариант второй, который мне тоже больше нравится, это контейнеры с частями схем. В общем они сказали, что конечно в приоритете будут именно контейнеры с частями схем, но как бы и другой вариант тоже будет периодически появляться. Но в то же время нет планов помещать весь премиумный контент именно в эти контейнеры. Они собираются сделать, во-первых, они запустят новые премиумные компании, такие как Боевой путь, то есть марафоны продолжатся. Во-вторых, введут именно новую ветку, даже не знаю, ветку целую, премиумных машин, которые будут доступны для покупки именно за золото, либо в клиенте, либо так. Либо вообще появится какой-то новый магазин премиумных машин, продающихся напрямую. В целом они теперь сосредоточены, как они написали, не только на просто поддержке игры, но именно на развитии, в частности добавлении новых возможностей и привлечении еще большего числа игроков. Самый интересный вопрос касаемо, наконец, режима для Альянсов был, когда все-таки, как он будет выглядеть и когда он вообще появится. На что они ответили, что уже давно работают над созданием этого режима, но он еще не завершен. Первые шаги в направлении запуска ПВП активности Альянсов запланированы на обновление 0.28 в форме ранговой битвы 10 на 10. Но в ближайшее время, в общем, появится больше информации по этому поводу. Также они работают и над функциональностью системы управления Альянсом. Уже вот прямо сейчас они этим занимаются. Больше информации появится об активности каждого члена Альянса, там, когда он появлялся последний раз, когда присоединился и так далее. Также интересовались, сделают ли опцию блокировки гидравлической подвески, ну, такой, например, как у Type 90. И они сказали, что да, такая возможность появится, она будет доступна на кнопку X. Комплексы активной защиты сейчас не слишком эффективны, спросил какой-то хороший человек. И, в общем-то, они сказали, что в целом они постоянно отслеживают всю эту ситуацию. Какие-то изменения еще в балансе в этом будут, естественно. По крайней мере, согласно нынешней статистике, большинство КАЗов, как они говорят в настоящее время, сбалансированы. А некоторые из них даже слишком эффективны. Ну вот, да, как бы слишком эффективно, это как раз-таки про это. И они по-прежнему планируют добавить механизм ручной активации КАЗов в некоторые из существующих систем. Но эта функция появится позже. Также сообщили, что помимо французов, которые нас ждут, они планируют добавить еще как минимум одну европейскую линейку, а затем, возможно, сосредоточиться на некоторых азиатских странах. Отличный вопрос был, который остался без ответа. Почему Аполлот стал премиумным, а не прогрессионным? Ну и в целом спросили, когда еще появятся новые украинские машины, такие как Т-80УД и Т-84. В общем, они так и не ответили, почему Аполлот стал именно премиумным. По поводу советов сказали, что у них там вроде бы как, ну и так как бы хватает всяких версий Т-64, Т-72 и Т-80. И пока в ближайшее время у них как бы есть запланированные уже танки этой серии, но пока они их не будут выкладывать, так как есть куча машин новых с уникальным геймплеем, ну в частности, вот например, французы. В будущем они планируют Объект 292, это будет по сути Т-80 со 152-мм пушкой. Дай угадаю, конечно же, этот танк будет в кейсах. Также интересовались, что будет все-таки с артиллерией. Вроде бы как не так давно в столкновении тестировали, и в итоге опять все это заглохло, появится ли он в стандартном режиме и так далее. В общем, они сказали, что в настоящее время точно не планируют повторно вводить артиллерию в стандартный бой, ну ибо в общем это никому не нравится. А вот в принципе в Столкаче, например, там с этим попроще, если что, там если тебя даже сверху накидали тебе, хотя бы ты возродился и вернулся в бой. Поэтому в настоящее время они работают над тем, чтобы дать артиллерии больше возможностей поддержки для режима столкновения и сделать игровой процесс на ней более активным. То есть, я так понимаю, все-таки в Столкач они планируют добавить артиллерию. Вопрос был за больное, то что давненько меня выбешивает, то что как только появляются дымы у нас, которые просто-напросто перестают управляться. И если на низких уровнях, где там картон катается, это еще более или менее норм, но вот на высоких уровнях, конечно, делает ПТУРы просто неиграбельными. В целом они сказали, что есть некоторые планы по снижению воздействия дымовых завес на ПТУР, но их реализация не дело ближайшего будущего, поскольку для правильной настройки требуется много времени. В общем, хрени-то они по-быстрому ввели, а вот теперь нормально переделать требуется много времени. В общем, терпите. Также спрашивали, довольны ли эффективностью линейки Абрамс. В общем, от себя добавлю, что, конечно же, да, Абрамсы на самом деле сейчас выглядят весьма так себе, как линейка. И в целом разработчики с этим согласны, они планируют перебалансировать серию Абрамс, но не так скоро, как хотелось бы. На этом все. Самую интересную информацию из этих двух статей я вам пересказал. На официальном сайте вы всегда сможете перечитать, если вам прям подробно нужны все моменты, все пункты этой статьи. Можете перейти на сайт и прочитать. Так что не забываем ставить лайки, подписываемся на канал. Всем пока!